Всем привет! Сегодня мы с мамой выбрались позагорать к морю. Это возле Ларнаки, по дороге в Тикелью. Мы всегда выбираем какие-то нешумные пляжи. Здесь рядом с нами гостиница Palm Beach. И мы решили рассказать вам немножечко о наших любимых местах отдыха, где мы любим бывать, когда выбираемся к морю. Как я уже сказала, мы любим нешумные места, где поменьше людей. Сейчас лето, сейчас пора отпусков, людей очень много. Как правило, людей меньше весной и осенью. Конечно, в это время не каждый любит купаться. Сегодня очень хороший день, сегодня не очень жарко. Вода горячая? Вода горячая. Так не жарко за счет ветра, а вода опять горячая. Я небольшой любитель купаться. Мама уже сегодня один раз приняла морскую ванну. Сейчас еще пойдет. Вообще, если отдыхаешь где-то в крупных городах, где много людей, много туристов, вода немножечко мутная. Как правило, когда купается много людей, они поднимают песок, и водичка не очень прозрачная. Кстати, сегодня мутная вода за счет ветра и волны, а людей никого в воде нет. Людей нет, сегодня в воде загорают. Все на берегу загорают, в полпичи все загорают на берегу, на шезонах все. А в воде никого? Может быть, сегодня мало любителей, такие, как я, все, согрались. Может, потому что сейчас там солнце? Наверное, да. Сейчас как раз время такое, часов 12, да? Где-то час, где-то час, час по времени. В шезлонах он лежат, все шезлоны там. Все знают? А в воде никого? В воде никого. Вон, сейчас зашел человек отлично. А я заходила, ты никого не знаю. В общем, сегодня мы собирались поехать к Ларнаку, на большой пляж, на Кинни-Куды. Муж нас отговорил, сказал, что там будет очень много людей. В общем, будет не очень хороший вариант покупаться. Поэтому он предложил нам поехать или снова в Дикелью, или куда-то ближе к гостиницам, где и вид красивый, и людей чуть поменьше. Гостиница здесь, где Ларнака, Дикелья, Роуд. Каждая гостиница имеет свой пляж. Они за ними следят, они их чистят. Кстати, пляж очень узкий. Пляж очень узкий за счет того, что море каждый год чуть-чуть прибывает. Сейчас везде пляжи становятся узкими, каждый год они становятся все узкие и узкие. Так что это не из-за того, что они там пожадничали земли себе купить. Я думаю, что раньше все эти гостиницы у них было место побольше цели. В те годы я так не обращала внимания. А в этом году обратила внимание все пляжи. Ну, ты когда первая сюда приехала? В 15-м году? В 15-м году. Ну, за три года, наверное, ну, не знаю, на сколько. Ну, на метр, может быть. На метр, думаешь? Ну, в любом случае, каждый год за чуть-чуть мне муж рассказывал и даже показывал, когда он был еще маленький, показывал места, где, допустим, в Ларнаке, где было видно, говорит, видишь, вот вода была аж вон там. То есть показывал мне очень далеко. Говорил примерно сколько метров. То есть я так понимаю, что везде вода просто прибывает и остров становится чуточку меньше каждый год. В общем, наши любимые места это Дикелия и окрестности Дикелии. Еще нам очень нравится пляж Ваянапе, в Нисси-Бич. Пляжи в Лимассоле и Пафосе как-то мне так не довелось там бывать. В Лимассоле я была, может быть, пару раз, когда мы с мужем ездили по работе, он меня завозил на пляж, да. Поменялась волна? Поменялась волна. Да, в одно время. Только в сторону пошла? Она стала ниже и меньше и чаще. И смотри, по-моему, отседает даже сразу. Не так амутно. Ну, наверное, ветер может сменять. Но у меня проблемы. Здесь постоянно ветер. Только меняется. Да, постоянно. Ветер. В общем, на юго-восточной стороне лучше всего это в окрестности Дикелии и вот где Айянапа. Ну, там еще есть красивые места, где фротарас. Для любителей тихих пляжей. В Айянапе там, в принципе, тоже тихий пляж. Что там? Там гостиница вот эта. Там огромный пляж, просто очень красивый. Есть у меня фотографии из этого пляжа. Мы там были с мужем несколько раз. Очень хорошее место. Есть хорошие места, где Каво Бреко, вот эти фротарас. Там тоже очень красивые пляжи. Но мы там бывали, как правило, просто как туристы посмотреть, пофотографироваться, потому что там красивые места. Плавать нам там тоже не доводилось. Хотя вода, в принципе, тоже там красивая и прозрачная. Но самые любимые места, я вам скажу, для меня, это даже не возле моря. Кипр, это не только море. Вокруг, внутри, в глубине острова, там тоже есть разные места. Там тоже есть деревни, там тоже живут люди. И есть несколько туристических, очень красивых мест. Особенно шикарные места в Тродосе, в горах. Вот две платы, сможете посмотреть по карте. Там водопады очень красивые. Там такие красивые места, туда тоже возят туристов. И мы с мужем, предпочитаем отдыхать именно там. Если мы выбираемся куда-то на несколько дней, мы берем гостиницу в Тродосе и отдыхаем в горах. Там очень хороший воздух, как правило, летом там не так жарко. Исторические места мне очень нравятся. Исторические места сейчас в основном жарко ходить, надо ходить. Это где Соломиз, вот этот Соломино по-гречески, я просто по-русски не знаю, как это называется. Соломино. Это древний город, которому около 2000 лет мы там были с тобой. Когда? Когда ты первый раз приезжала? В 16-м году мы там были. Там шикарно вообще. Это на северном Кипре. Для этого нужно, чтобы или была страховка на машину специальная, или разовую можно оформить. Ну, в общем, там немножечко вот с этим делом, чтобы туда попасть. Или нужно идти тогда или с автобусом, ну, тогда это будет группа с туристами, получается, с гидом. Тогда сам так не походишь, сколько хочешь, не фотографируешься. Я лично предпочитаю ездить везде самим, чтобы была возможность самостоятельно решать вообще, куда пойти, сколько времени там потратить. Возле Пафоса тоже очень красивые места, где можно побывать. И тоже исторические места. А мы там еще не будем. Нет, возле Пафоса мы с тобой не будем. Я бы хотела вот с тобой, чтобы мы поехали в купальню Афродиты. Кстати, вы знаете, да, вы знаете, что если искупаться в купальне Афродиты, то говорят, что тогда придет личное счастье, вот у кого его не хватает. Это, ну, там вообще-то на самом деле запрещено купаться. Потому что они охраняют, написали, нельзя купаться. Там нельзя купаться, написали, нельзя пить воду. Хотя муж мне говорил, что когда он был маленький, им отец их туда возил, они там всегда пили воду. Он мне объяснял, что это вода чистая, вода течет там в гор. И там просто есть краник, в котором, ну, я не знаю, зачем тогда сделали краник и написали, что вода не питьевая. Вот этого я не понимаю. Конечно. Наверное, я думаю, чтобы люди, тогда люди будут ходить просто набирать воду оттуда. Они продают в несколько краниках. Одна из купальни Афродиты, там, из ее источников. Из купальни Афродиты нет, но есть из других источников, там, как-то называйте, я уже не помню. Ладно, не буду говорить, потому что я, может быть, ошибусь. В общем, мама пошла принимать очередные морские ванны. Есть несколько туристических мест в горах, очень красивые деревни, такие, как Левкара, Омадас. Есть у меня видео на канале, где мы гуляем по Левкаре. Деревня Омадас мы тоже были в прошлом году. Красивые деревни. Их реставрировали специально под старинный стиль. Там все в белом камне, все очень красивое, домики красивые, узенькие улочки, все в цветах, все глаголкает, просто очень приятные места. В этих местах я тоже советую побывать. И, кстати, это тоже достаточно далеко от моря. Меня иногда даже спрашивают знакомые, почему я не часто бываю на море, просто я живу не рядом с морем. Поэтому, конечно, я не приезжаю сюда каждый день, и даже каждую неделю у меня не получается приезжать. Но когда выдается свободный день, небольшой выходной, или полдня, то, конечно, обязательно приезжаю. Или с мужем, или вот с мамой, как сейчас. Сама, кстати, не рискую выезжать сюда. Езжу в основном с мужем, потому что в таких местах к одинокой женщине могут пристать какие-то непонятные мужчины. Мне это не подходит. И еще я хотела рассказать об одной интересной поездке на отдых на кипе. Когда мы с моим мужем несколько лет назад поехали дикарями, спали мы с ним в основном на море. Один раз мы переночевали в машине, два раза мы ночевали на пляже с ним, и один раз мы ночевали с ним в кемпинге. В городе есть специальные такие кемпинг-площадки оборудованные для туристов. Там прям такие столы, там вода подведена, туалетами это оборудовано. В некоторых кемпингах даже есть душ. Душ мы, кстати, принимали тоже в кемпингах и один раз приняли душ в гостинице. Есть в Пафосе на берегу моря одна очень огромная красивая гостиница, я уже забыла ее название. Там мы переночевали на шерлонгах на пляже один раз и приняли душ. Еще одну ночь мы ночевали на шерлонге в деревне Лачи или Лаки пишется по-английски, то есть кипривоты говорят Лачи. В этой деревне, кстати, очень вкусная рыбная мезе в ресторанах. Обычно я слышу, что рыбная мезе на Кипре все критикуют, говорят, что морепродукты невкусные, в ресторанах рыбная мезе подают невкусное. В деревне Лачи попробуйте, я вам рекомендую, там очень много ресторанов подряд на набережной. Можете просто пройти и выбрать понравившийся вам ресторан или цену, которая вас больше всего устроит. Там обычно сами хозяева ресторанов сидят на входе, приглашают, очень гостеприимно. Можете просто прийти посмотреть их меню, посмотреть, что входит в их рыбное мезе. Мы с моим мужем, помню, выбрали ресторанчик. Мой муж согласовал с хозяином и цену, он с ним согласовал даже то, чтобы выходить в наши мезе. Муж просто не любит миди, поэтому он попросил, чтобы вместо миди нам привезли какую-то другую рыбку. Знаете, таких проблем, люди там очень сговорчивые, можно просто договориться, если вы что-то не любите, вам это заменят. И цена была, по-моему, 17 евро за человека мы с ним заплатили. Это было в 2014 году, 4 года назад. В этом году я тоже рассчитывала, что мы туда поедем, повезем маму с собой. Вот эта деревня, она находится рядом с купальней Афродицы. Так что я просто рекомендую побывать там, попробовать их рыбное мезе. В общем, рассказала то, что хотела на сегодня. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Иногда ваши вопросы мотивируют меня на запись новых видео. Спасибо за внимание и скоро увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok